Что за день независимости без фейерверка? Так безопасней. Ты боишься взрывов? Нет, только искр. Не беспокойся, Кэлли. Они на тебя не упадут. Это ты не можешь успокоиться. Готов воспользоваться любой ситуацией. Не вижу препятствий тому, чтобы скрепить наш договор о сотрудничестве с поцелуем. О таком сотрудничестве мы не договаривались. Знаешь, Кэлли, кажется, я наконец раскусил тебя. Это не входит в твою задачу. Ты должен добыть для меня информацию. Ты сопротивляешься тому, что происходит между нами, только потому, что тебе нравится борьба. Давай уточним. У нас деловое сотрудничество. И все. Мне нравится твоя строгость. О нашем сотрудничестве никто не должен знать. Никто. Ты добываешь информацию о Роберте Барре и приносишь мне. А больше мы не мечтай. Понял? Если ты этого хочешь... Оставь свои притязания. Я сказала, не мечтай. Ладно. Тогда обсудим еще одну деталь. Мой гонорар. Не беспокойся. Я прослежу, чтобы тебе заплатили. Если твоя информация будет представлять ценность. Я достану то, что тебе нужно. Мне нужно вернуться в офис. Подожди. Это Сандра. Если она тебя увидит, все пропало. Наверх. Что? Я почувствовала это в лифте. Как только лифт пошел наверх, я увидела акции. Какие акции? Еще не знаю. Но скоро их цена вырастет. Возможно, кто-то узнал о замыслах Барра. Если это так, то акции Кэп Олн де Прайзис поднимутся в цене. Речь идет об этом? Я должна поговорить с Робертом. Постой. Почему ты не хочешь поговорить со мной? Ведь мы с тобой заодно. Когда тебе что-то нужно, Рик. А когда что-то нужно мне, каждый сам по себе. Разве не так? Мне пора идти. Постой. Зачем? Что я могу здесь увидеть? Увидишь, как работает профессионал. Я ухожу. Сандра, если это вся информация, то Барр вряд ли ею заинтересуется. Расскажи мне все. Он заинтересуется. Что ж, профи, ты успешно обвел ее вокруг пальцем. Я же обещал. Ты сказал, что можешь руководить ею, выуживать из нее информацию. Если это обращик твоей работы, то должна сказать, он не потрясает. Я буду тебе полезен. И добуду для тебя информацию. Не беспокойся. Сандра все скажет. А вот ты будь готова платить. Это первое, что пришло тебе в голову. Не первое. Зря я пришла. Келли, сейчас я единственная тропинка, которая ведет тебя к бару. Кстати, я предпочитаю наличные. Я не сомневаюсь. Мелкими купюрами. Ни в коем случае. Я никогда не мелочусь. Не повезло, да? Чертов бар. Что случилось? Что сказал Роберт? Почему в первую очередь ты интересуешься Робертом? Хочешь выудить нужную информацию? Конечно, нет. Мне показалось, что ты расстроена. Может, нам стоит поговорить? Почему я должна все тебе рассказывать? Ты такой же, как твой брат. Тогда почему не бросишь меня? Перестань, Рик. Мы оба знаем, что я тебе ближе, чем Круз. Я здесь не потому. А вот и нет. Сандра, когда ты спишь со мной или выуживаешь информацию из бара, все равно думаешь только о нем. Ты одержима Крузом. Неправда. Не беспокойся. Я как-нибудь переживу это. Всю свою жизнь я живу в тени своего брата. Но если ты когда-нибудь добьешься своего, ты поймешь, что то, что у тебя было со мной, было намного лучше. Но с этой минуты никаких секретов. Что случилось? Я видела Джину. Они вместе ужинали в его номере. Ну и что? Что? Теперь ей нет до меня дела, как и всем остальным. Возможно, именно сейчас она убеждает, чтобы он тоже не обращал на меня внимания. С какой стати такому человеку, как Бар, слушать Джину? Он должен понимать, что от тебя ему будет гораздо больше пользы, чем от Джины. У тебя талант, Сандра. Он тебя не оставит. Думаю, ты прав. Может, пойдем куда-нибудь потанцуем? Заодно забудем обо всем этом хоть ненадолго. Звучит заманчиво, но мне нужно сперва кое-что уладить. Что именно? Одно дело. Значит, снова секреты. Послушай, Сандра, назови место, и я приеду туда ровно через час. Ладно? Договорились? Ладно. Я пойду переоденусь. Хорошо. Иди. Позовите, пожалуйста, Кэлли Кэппл. А когда она будет? Попросите ее перезвонить. Пабло. Прекрасный вечер. Ты меня испугал. Извини, извини. Извини. Зачем ты меня сюда вызвал? Чтобы никто не догадался, что мы работаем вместе. Никто об этом и не догадывается. Но нам нужно выработать условный сигнал, потому что я минут десять соображала, кто такой Пабло, которому нужно перезвонить. Приятное местечко для встреч, правда? Конечно, не так живописно, как на Майами-Бич, но все же... Какая прекрасная ночь. Знаешь, мне бы так хотелось бродить здесь вместе с тобой под звездами. Не сбивай меня с толку. Ты думаешь, я кривлю душой? Не знаю. Тебя трудно понять. Кэлли, может, другой женщине я и наплел бы что-нибудь, но... Когда ты рядом со мной, все во мне меняется. Не знаю, почему. Я говорю искренне. Тебе нужно промыть мозги. Да, согласен. Меня самого пугают мои чувства. Я подумываю, ненавидится ли к хирургу, чтобы он удалил всю сентиментальность и романтизм. Так какую экстренную информацию ты хотел мне сообщить? Я знаю, кто шпион. Кто? А как насчет гонорара? Не беспокойся, получишь все сполна. Только назови имя. Джина Тиммонс. Я проделала такой путь, чтобы услышать эту ахинею? Какая из Джины шпионка? Говорю тебе, Кэлли Сандра застала ее в номере барра. Они вместе ужинали. Я подумал, что это неспроста. Если хочешь получить деньги, придумай в следующий раз что-нибудь поинтереснее. Ты думаешь, я должен работать еще интенсивнее? Сегодня день независимости, Кэлли. Может, тебе уже пора уходить? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok